Еще подумано о Царство Небесное, 13-44, сокровищу, сокрытому на поле, которое на шею человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Тут, может быть, ученики не поняли до конца, если продолжает о Царстве Небесном, там еще жемчужины, за которые тоже все продается. То есть, есть что-то сокрытое. Царство Небесное, подобное сокровище, сокрытое на поле. И так, когда человек находит сокровище, он прячет его, то есть, он никому не говорит об этом, и идет все, что у него есть, продает, чтобы купить все поле. Он не выкапывает сокровища и, ну, как бы, ворует его на поле чужое. На нем нельзя производить какие-то земельные работы, там, может, он нефть нашел или еще что-то, не написано. Но чужое поле, и ты будешь как сорока-воровка, если ты придешь и начнешь копать и выкапывать для себя. Но он покупает не сокровище, или не только вот это вот место, где оно сокрыто, но все поле. Потому что сокровища сокрыты в поле. Сокровища сокрыты в поле. И для этого нужно, знаете, как в Царстве Небесном, невозможно получить только один клад. В Царстве Небесном много сокровищ. Много сокрыто того, что мы еще не видим. И Царство Божие, оно не продается, оно находится, оно ищется, оно добывается, и оно бесценно. Многих людей привлекает христианство тем, что, ну, там я могу что-то получить. То есть люди приходят в церковь или приходят в Бога для того, чтобы моя жизнь изменилась. Вот я приду к Богу, кредиты мои исчезнут, там, грехи мои оставят меня, или все изменится. Болезни уйдут, счастье в семью приварят и так далее. И человек приходит к Богу, или меня накормят, или мне дадут что-то там, ну, в церкви, потому что все же там друг другу помогают. Ко мне один как-то пришел, когда я дом строил, говорит, ну, понятно, у вас же там это все вскладчено, вы же все друг другу там помогаете. Он говорит, да нет, ничего, я в церкви в дистину отдаю. Да ладно, ну, не говори так. И вот люди приходят и говорят, я хочу сокровище, я хочу знать, что прощен, хочу знать, что попаду на небеса, хочу знать, что если я призову имя Иисуса, то получу все желание мое. И все мои нужды будут восполнены, но я не хочу слышать о том, что я что-то должен делать в церкви. Я приду для того, чтобы мне служить. Я уже давно понял истину, что церковь – это не место, где тебе служат, это место, где служишь ты. И когда ты служишь, когда ты благословляешь, то Бог дает тебе благословение. Бог открывает для тебя сокровища в твоем служении. Не говорите мне о Христе, не говорите о том, что я должен умирать для себя, не говорите, что я должен служить другим. Я пришел, я нашел спасение во Христе, и у меня этого достаточно, я успокоился. И вот это, наверное, самое опасное. И я не собираюсь чем-то жертвовать, не собираюсь от чего-то отказываться. И я не хочу, ну или я хочу делать то, что мне нравится. Я буду ходить в церковь, когда хочу, куда хочу. И не надо мне здесь членам церкви записывать, потому что я больная птица. Я, может быть, там сейчас хочу посмотреть. Может, мне Дух Святой куда поведет, может быть, куда поведет. И такие люди, на них нельзя положиться, нельзя что-то от них ожидать. Они ненадежные. Даже в Советском Союзе люди, которые часто меняли работу, они говорили, что я эти боли. Много записей в трудовой книжке, там полгода поработал, там три месяца, там три месяца. Я тут начальство не устраиваю, тут зарплата маленькая, здесь очень трудно. Здесь и так, и так далее, и так далее. Человек вроде бы всегда в работе, но никогда от него никакого толку, пользы нет. Это так не работает. В Царстве Небесном для того, чтобы получить сокровище, нужно сначала купить все поле. Нужно продать все, отдать все, сжечь мосты и купить все поле. Там вы найдете это сокровище, там вы найдете дорогую жемчужину, там вы найдете то, что Дух Святой приготовил для вас. Дух Святой приготовил дары, которыми вы можете служить. Дух Святой дает человеку. Сокровище сокрыто в поле. И говоря о поле, Иисус говорит об этом мире. И Он говорит, поле с неспасенным урожаем, это неспасенное человечество. Когда человек идет, приобретает поле, там есть неспасенные люди. И это сокровище для Бога. Он сокрыл свое сокровище не просто так. Он сокрыл его от тех рук, которые только говорят, дай. Дайте мне благословение, дайте мне помощь, дайте мне поддержку, дайте мне еще что-нибудь такое. И вот я пришел, благословите меня. Мне очень хочется, чтобы мы, церковь, каждый из нас что-то несли в церковь, что я могу отдать, чем я могу послужить, чем я могу поделиться. То есть, даже приходя сюда на благослужение, вы идете в поле, и вы приобретаете что-то. Но чтобы приобрести это сокровище, скрытое, нужно отдать все. Как мы готовимся даже к воскресному благослужению? Просто просыпаемся, идем, или мы думаем, Господи, а что я поднесу, чем я благословлю церковь, чем я благословлю своих ближних? Как я послужу там? В какой-то момент нужно получить откровение от Духа Святого об этих истинах. И дай Господь, чтобы каждый мог понять и увидеть свое скрытое сокровище. Для каждого из вас Бог приготовил поле, в котором сокрыто сокровище. И это лично каждому из вас. И ко мне в том числе. Я когда думал об этой теме, во мне столько всплыло примеров, и, может быть, я некоторыми поделюсь сегодня. И в какой-то момент нужно выйти за рамки самого себя, и своих желаний, и своих стремлений, и начать служить другим людям. Для этого нужно выйти в поле. И мы видим даже в нашей церкви есть и детское служение. И когда говорим, дети, идите, учителя показывают, туда идите, туда идите, все. Они находятся в служении, они находятся в поле, они служат. И там, служа, они найдут свое сокровище. Я думаю, что у них есть примеры для этого. Я думаю, группа прославления. Они начинали, много не умели, много не получалось. Но это их поле, в которое они входят. И в котором они найдут свои сокровища. И, может быть, вы сможете чем-то поделиться сегодня, если у вас найдется свидетельство. Какие сокровища вы находите. Кто служит в церкви, он сможет поделиться. Мы служим в телефон доверия и собираемся раз в месяц. И делимся своими впечатлениями, звонками, которые есть, разговорами. И мы находим сокровища. Мы нашли одно сокровище, которое ко всем нам применимо. Что разговаривая с человеком, который позвонил по телефону доверия. Единственное, что мы можем ему дать, это пригласить его к Христу. Помолиться вместе с ним. Если мы с ним не помолились, мы дали какой-то совет, делай так, или делай это. Ну, мы дали совет, но мы не побудили его пригласить Иисуса в свое сердце. И вот мы нашли такое сокровище в этом служении. Что это самое главное, ради чего мы служим. Чтобы человека пригласить ко Христу. И научить его молиться. И вот молодежь и дети, молодежь, средний возраст, старший возраст. Мы все могли бы сидеть и чего-то ждать, манны небесные. Но в каждом возрасте, в каждом периоде есть свое благословение, свои сокровища, свое время. У вас есть силы, возможности, мудрость, знания, опыт, дары Духа Святого. И вы можете служить ими. И находить свои сокровища для этого, в этом служении. Вокруг нас есть люди, которые нуждаются в нас. И многие думают, что церковь создана только для них. Но с таким отношением мы не поймем, что сокровище спрятано в поле. Оно спрятано вне нашего дома. Вне нашего, моего я. Вне моего эгоизма и моими желаниями. Это поле туда, куда нужно пойти, чтобы там трудиться. И если мы молимся о том, что Господи, восполни наши нужды, исцели наши болезни, реши мои проблемы. Для чего? Для того, чтобы я могу спокойно сидеть в церкви и оплодаться жизнью. У меня есть зарплата, у меня есть здоровье, у меня дети. Мне все хорошо, все, можно расслабиться. Это как раз таки для того, чтобы я мог еще больше служить и отдавать. Исцели меня, и я буду служить тебе. Благослови мой бизнес, и я буду больше жертвовать тебе. Даруй мне здоровье, чтобы я мог выходить в поле и трудиться. Даруй мне уста, говорящие, чтобы я мог еще ко мне посидеть и строить и действовать больше. Даруй мне способность играть, петь. Для чего? Для того, чтобы я мог где-то в туалете, закрывшись, петь для себя? Нет, для того, чтобы я мог петь другим и проставлять Бога этим самым. Вся моя жизнь для этого. Вся моя жизнь для этого. Мы побывали с молодежью на молодежной конференции ЮС. И это время, когда дети мои вставали рано, садились на электричку, ехали. И мы так с Наташкой думали, что их туда влечет, почему там так хорошо. И первый день, я, по-моему, второй день, я работал, усиленно плохая погода, я кладу эти кирпичи свои. И мне Наташка говорит, поехали. Я понимаю, что это слово от Бога. Я бросаю все, говорю все, я не могу. Работать у меня занят день, и я еду туда. Это время, которое мы могли бы послужить, чтобы оно послужило нам. Люди, целая конференция, команда готовилась, собирались, готовили программу прославления слова, проповеданное. Но каждый раз в этом служении оно заканчивалось тем, что людей призывали к покаянию. Мы могли бы приехать туда, чтобы насладиться этим прославлением, этой хвалой Богу. Но некоторые из нас сказали своим друзьям, поехали с нами. И одна сестра пригласила своего студента, с которым учится, мусульмамина, и он вышел на покаяние. Он не понял, что с ним произошло, и говорит, ну, я вообще в другой, как бы, религии родился, но у меня это так коснулось. Я понял, что это для меня. Я не понимаю, мне трудно отказаться от того, к чему я научен. Но Господь действует. И это маленькие жемчужины или маленькие сокровища, которые мы можем приносить или находить, откапывать, сокрытые. Кажется, ну, кто он рядом, мой ближний, так, который... Ну, я приглашу, конечно. А он выходит, и Господь и Дух Святой касается его. И мы идем туда не для того, чтобы нам служили, но чтобы послужить и ради спасения других людей. Сокровища сейчас спрятаны в поле. И это поле, оно может быть разным. У кого-то это место учебы, у кого-то место работы, у кого-то это семья, у кого-то соседи, ближние, может быть, какая-то компания друзей, где у вас старые связи или знакомые. Это, короче говоря, любое место, где находятся неспасенные люди. Это любое место, где находятся неспасенные люди. И Иисус говорит, если вы выйдете на это поле и будете свидетельствовать обо Мне, то вы будете находить сокровища. Люди будут получать спасение. Будут налагать руки, люди будут исцеляться. Будете прогонять бесов. И даже если что-то смертоносное вы видите, не повредит вам. Это все сокровища, которые сокрыты в Царстве Небесном, которые Бог говорит, если вы выйдете в поле. Идите и свидетельствуйте обо Мне. Идите и рассказывайте людям о том, что Я сделал для них. Если вы позаботитесь о Божьей работе, Бог начнет заботиться о ваших мужах. И давать вам все необходимое. Господь говорит, ищите прежде всего Царства Божьего. И все остальное приложится вам. И когда мы стремимся, например, я хочу быть проповедником, или я хочу быть пастором, или я хочу служить в прославлении, или еще где-то. Я хочу, чтобы научиться проповедовать, или я хочу стремиться к Богу. И Бог даст мне, что говорить. И Бог даст мне, что делать. И откроет во Мне эти скрытые сокровища. Что ведет меня в служении людям? Чем мотивируюсь я? Если мы будем искать Бога, если ты будешь искать Меня, говорит Иисус, я дам тебе все необходимое. Все необходимое приложится тебе. Все необходимое дам тебе. Новые возможности откроются, если ты ищешь Бога. В том, как другие люди гоняются за чем-то другим, за деньгами, за помощью, за здоровьем, то Бог сделает так, чтобы деньги приходили к тебе, чтобы друзья вокруг тебя попоявлялись. Спасибо. Просто клава парит. Выходите на поле, собирайте урожай, потому что именно в поле сокрыты сокровища. Если вы руководитель, занимаетесь какой-то, ну, люди у вас есть в подчинении, вы занимаетесь, или вы подчиненный, неважно, то получите это откровение. Если вы заботитесь о деньгах, то, ну, в неправильном направлении думаете, потому что Бог дал нам поле, в котором мы можем заботиться о спасении душ. А Бог уже даст деньги, и там, заказы, и помощь, и поддержку, все необходимое. Вторая глава книги Руфь. Такая история, где она началась с проблем, она началась с беды. Начался голод в Израиле. И наименцевыми сыновьями и невестками ушли в другую страну, где сыновья умерли. И она осталась, то есть, остались три женщины. Свекровь и две невестки. И вот, все плохо, все потеряно. Дом где-то далеко, за границей, и сыновья, наследников нет. И она слышит, что в Израиле положение улучшается, и они возвращаются в свое место, в свою родину. И вот одна невестка, она уходит, а Руфь остается с наименью и говорит, куда ты, туда и я. Где твой Бог? То есть, кто твой Бог, тот и мой будет Бог. И для нее нет границ, скажем так. она идет. И вот, она пошла, наименью говорит Руфи, иди на поле, подбирай за жнецами. Что упадет, то будет твое. Потому что, по закону, Израилу нельзя было останавливать тех бедных людей, которые подбираются сзади. Что уронил, то уронил. Все, не подбирай. Она пошла на поле. И на поле, она заметила, встретила будущего мужа. Я вспоминаю свою историю, ну, или нашу, в нашей семье, когда я был неверующей, и моя Наталья, Бог ей дал идею сделать крестьянский детский лагерь. И она стала к этой идее стремиться и учиться. И она поехала в Анапу, там был как тренировочный лагерь для будущих директоров христианских лагерей. Она была в поле, она служила, и на обратном пути находится крови, что там перед вами стоит. На самом деле, через неделю она привела меня в церковь, и у нее было много кто с ней хотели дружить, и у нее было правило три раза, а я встречаюсь с этим человеком, которым я симпатизирую. Но каждое свидание в церкви, давай встретимся, давай, где? В церкви, в десять часов, там такой-то адрес, переходи, тогда было в десять. Я пришел в церковь, я покаялся. И для меня христианство, Христос стали тем сокровищем и тем полем, в которое я вошел. И то, что мы счастливы, до сих пор мы сегодня утром просыпаемся, обнимаем друг друга и понимаем, что мы счастливы. Двадцать два года мы отметили, мы понимаем, что вот наши сокровища, сидят здесь. И это, ну, это поле, в котором мы находим, это было закрыто. И мы не понимали, что, ну, что за этим будет. Но наши дети теперь здесь, они славят Бога. И я радуюсь, потому что, ну, то, что было закрыто. Ну, я был темной лошадкой для нее, для нее, но это, Бог приготовил сокровища не в клубе, не на дискотеке, не в миру. Мы всегда нашим детям говорили, ваши будущие жены в церкви, не в школе, не в институте. Ваши будущие жены христианки. И я им даже как-то сказал, не знаю, запомнили или нет, что, мальчишки, мы как-то в такое вот, мы, в такое сейчас время хорошее прожили. В 90-е годы пробуждение, пилигрэм, там, покаяние. У нас свобода, мы построили здание. У многих, у многих детей есть свои дома молитвы. Мы свободно можем проповедовать. Но идет время, когда вам будет тяжелее, вам придется держать удар. Наши отцы, они пережили гонение. Враг был лицом к лицу. Ну а дальше наступают времена, когда времена тяжкие, когда люди будут сребролюбивы, богоненавистники, родителям непокорны, любовь охладеет, беззаконие возрастет. То есть, не будет гонений, но придется держать вызов, постоянно отвечать на вызов. И вам нужны жены из консервативной церкви, которые будут вашей опорой, поддержкой. И вам не нужно будет их воспитывать, ну будь христианкой, ну у нас вот так вот принято, или там вот так Господь учит. А ваши жены должны быть для вас поддержкой. Для вас должны быть они поддержкой. Ищите своих будущих, половинок, девчонки. Не опускайте планку. Ой, он такой хороший. Он мне так нравится. Он, да, он интересуется Богом. И, наверное, если я с него выйду замуж, то он придет к Христу и будет посвященным христианинам. Не выйдет так. Ставьте Богу планку. Я выйду замуж за служителя, или за христианина, который ревнует по Богу, который любит Бога. И, может быть, его будет заносить куда-то. Потому что плоть, она такая. Но если он ДВР, в нем есть корень, в нем есть основа, в нем он любит Христа. И это будет сокровище, которое ты найдешь. Твоя жена, твой муж, это будут сокровища. Но это если бы в поле. Это если ты служишь и не ищешь этого мужа или жену, не ищешь этого сокровища. Господи, где? Где она? И где он? А ты находишься в поле, ты служишь. Руфь вышла в поле собирать хлеб, собирать снопы. И интересно, что я написал, некоторые говорят, я хочу мужа, мне нужно найти мужчину. И потом такие женщины, такие жены становятся просто обузой. Или мужья. Мне нужна женщина, ну, парни, думаю, ну, красивая, хорошая. И потом эта жена может стать обузой. Ну, или муж такой. Ну, в общем, не бегайте за людьми. И бегайте за Богом. Ищите Бога. Ищите этого поля. И Бог откроет вам сокровища. Ответ находится в поле. Сокровище закрыто в поле. Я сам не искал себе жену специально. Бог открыл ее на сокровище. Как сокровище для меня. Когда Руфь вышла в поле, она встретила господина этого поля. И где мы можем встретить Господа Иисуса? В поле трудясь. Для меня такое свидетельство. Вчера мы сели, и Филипп говорит, давайте поделимся, чем мы, какие благословения на этой неделе мы испытали. мне пришлось эту неделю очень тяжело работать. И погода, и со мной рядом один подсобник, бывший алкоголик, другой выходит из запоя и всего его крутит и ломает. И он прямо, то есть, работал с другим алкоголиком. И среди этой тяжелой работы я понимал, что это поле, что Бог, я устаю, а этот, который выходит из запоя, и он как раз к вечеру, после 11, он начинает вопросом засыпать. и уже надо спать, ложиться, завтра рано вставать, а у нас разговоры с ним часов до двух ночи, наверное, и мы, он ищет этого спасения и избавления от своих грехов, но он хочет показаться в своих глазах себе хорошим. И мы пришли к такому моменту, когда я говорю, давай с нами на колени помолимся. Согласен? Он говорит, согласен, давай помолимся. Мы становимся на колени. я говорю, молись. Он говорит, я не знаю как. Я говорю, ладно, давай я буду говорить, ты повторяй за мной. И мы, я говорю слова, которые мы обычно произносим. Господи, прости меня за мои грехи, я признаю, что я гречник, я верю, что ты любишь меня, я верю, что ты умершь за меня на кресте. Кровь твоя мыла мои грехи. Он как бы так вот фразами-фразами повторяет за мной. И тут я прихожу к самой главной фразе. Иисус я исповедую тебя своим Господом и Спасителем. Войди в мою жизнь. И такая тишина. Я не могу сказать. Помолись за меня, ты. И с Афтаминым точно так же мы разговаривали. И я говорю, все, что тебе нужно, это пригласить Иисуса в свою жизнь. Он все понимает. У него там тетя из Баптистов была, церковь у него через дорогу была. Читая как-то так литературу всем этим интересуется. Я, говорит, не могу поверить. Я не могу Иисуса исповедовать Господом. И как будто какая-то стена. Для для меня это оказалось поле. Для меня это оказалось временем, когда я могу свидетельствовать этим людям. И Бог еще там еще одно чудо показал для меня. Но самое главное и большой ступор и в Писании написано, как понять Дух от Бога или не от Бога. Если Он исповедует Иисуса пришедшего в плоти. Если исповедуешь Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, то в тебе Дух Божий говорит. Если ты не можешь исповедовать, то это Антихрист, это в обмане. И люди эти, оба алкогольники, ищут пути, как же все-таки показаться хорошими. Вот я же свою жену там вот я брошу эти наркотики, я брошу там это пьянство. И не обманывайте себя, пока ты не пригласишь Иисуса Христа в свою жизнь. Потому что Иисус является главным сокровищем. Если ты приходишь в христианство, ничто не может изменить тебя, кроме Иисуса Христа. Никакие добрые дела, и все это следствие нашей веры. Они не смогли войти в это поле, они не увидели там сокровища, они захотели может быть своими добрыми делами заслужить это. Но Руфь она встретила на этом поле господина поля. И Он приказал своим работникам оставляйте ей снопы. То, что с края поля скашиваете, не убирайте, оставляйте ей. Не обижайте ее, не броните ее. это говорит о том, что в поле у вас будет защита. Туда, куда вы пойдете, там, где вы будете служить, у вас будет защита от господина поля. Оставьте ей края этого поля, пусть эта часть поля останется для нее. Если вы пойдете в поле, Бог специально оставит часть этого поля для вас. Он приготовил уже в сердце своем отдать это вам. А это обеспечение, поддержка вас в нуждах, настроении вашем, еще в чем-то. Когда мы работали на этой неделе, Бог сверхъестественно помог мне положить столько кирпичей, что я не ожидал сам от себя такого, никогда у меня такой нормы не было. Но бригадир спрашивает, сегодня закончишь, я говорю, нет, мне два дня надо. А потом такое дежновение внутри, господи, ну ведь ты можешь делать чудо для меня. И я до обеда раз восемь рядов за пять часов думаю, мне еще пять часов, еще восемь рядов надо положить. И я кладу восемь рядов, смотрю, мне еще в час пятнадцать осталось. То есть за 3.45 положил. И понимаю, что я даже не понял, как это у нас случилось. Но разобрали на крыше все леса, все убрали и на следующий день я прихожу, а бригадир говорит, надо еще два вида доложить. И то есть надо опять поднять туда кирпич-раствор, опять собрать все леса. И мой напарник такой все настроение пропало. работать не хочу, что это за это, мы же столько работали. И сам сейчас представил, какой объем еще нужно сделать, чтобы только приготовиться для того, чтобы сложить. И там час работы и опять все разбирать. А я говорю, это просто Господь дает испытания, ничего страшного, все мы сделаем, не переживай. И для меня это было таким, как будто ветрен человек, по-человечески смотрит на это все, страхи его доливают, и все. А я понимаю, что Господь ты же вчера чудо совершил во мне. Думаю, неужели сегодня я не сделаю это. И я в раз возникает вдруг план, как эти леса сделать еще проще. И в общем все получается. И от знаков откидывайте леди, оставляйте, пусть она подбирает, и не проните ее. В 16 стихе написано. Вауэрюк, волос увидел ручь на поле, ему понравилось, что она занималась работой, занималась делом. Он приказал ее кормить, он приказал давать ей получше. И если вы хотите найти свое предназначение, выходите в поле. Мне понравилось хилиство Игорька, когда позвали его в группу на басе играть Правильно так было, что ты говоришь, я не думал на басе И тут вдруг раз новое поле открылось для тебя То есть что ты там найдешь, как это будет для тебя, но ты вошел в это поле И что-то там особенное мог будет открывать для тебя Иногда мы боимся зайти во что-то И, вы знаете, страх отнимает у нас сокровище Мы иногда, ну из-за этого мы можем не понять свое предназначение Мы останемся без сокровища, мы потратим силы Но не войдя туда, куда тебя позвали Не прояви постоянство верности, любви, созидания какого-то Ты не найдешь сокровища Но оказывая постоянное дело, постоянство в этом деле Ты будешь получать благословение от Бога И он будет заботиться о тебе И смотрите, наше предназначение, это не работа в банке Или там, ну, какая-то сфера деятельности А там, где ты работаешь, наше предназначение, это спасать неспасенных Это свидетельствовать по высоте Христе Это нести туда в другую весть То есть, если вы работаете ради работы Или работаете ради денег То, ну, что вы там найдете? Но предназначение в школе или в больнице Или где-то еще Это достигать людей Евангелия Ваша сфера деятельности, это и есть поле, где нужно собирать урожай Вы можете оказывать влияние на своем поле И пожинать там этот урожай Начните свидетельствовать людям во Христе Говорите о том, что Бог сделал для вас, в вашей жизни И будете находить сокровища Можно будет встречаться с такими моментами, когда люди не примут Но Бог созидает вас и будет открывать у вас новое и новое Вы поймете свое предназначение Поймете, зачем Бог поместил вас в эту землю, в это поле Когда вы выйдете собирать урожай Идите собирать урожай Это, наверное, самое главное, о чем хочу сказать каждому из вас Еще два таких примера В этом завете описана история, когда филистинские украли ковчег завета И поместили его в храме Дагона И начались у них там беды, проблемы Дагон этот вид до упал На них там язвы появились Они говорят казаратянам Заберите ваш ковчег, потому что много беды от него И они поместили его на телегу И волны сами повезли ковчег домой И вот жители Ивсанисы, это первая книга Царств 6.13 Жали тогда общеницу в долине И взглянув, увидели ковчег и обрадовались, что увидели его То есть люди были на поле и делали свою работу И жали, и увидели присутствие Божие, идет к ним Другая история из Нового Завета Когда пастухи лежали стражем на поле И ангел явился им Слава Господне осияла их И он говорит, радуйтесь, Спаситель родился вам И эти пастухи оставили свои стада, побежали и нашли это сокровище Нашли Иисуса Христа Эти нашли присутствие Божие Эти нашли Иисуса Христа И еще одна такая история, которую я услышал на этой молодежной конференции Ну точнее не история, это была в проповеди пример Который поразил меня очень глубоко Когда Моисей вывел народ из земли Израильской И они подошли к границе, и вот тут за холмом земля обетованная И они посылают туда 10 сагридатов И эти сагридаты идут, чтобы высмотреть землю, хороша ли она И вот у Моисея есть слово от Бога У Моисея давно, уже 40 лет Нет, еще не 40 лет назад, а некоторое время назад Было слово от Бога, что я выведу вас в землю, где течет молоко и мед И помещу вас там, и вы будете моим народом, буду вашим Богом Вот они пришли к этой земле И нужно посмотреть, что там За этим холмом Они не видели этой земли И 10 человек, они выбирают лучших из своей среды 10 человек идут туда И тогда не было связи Они не могли посылать мгновенные сообщения Где-то в Инстаграм, выкладывать фотографии по пути Но они ждут, неизвестно сколько они там А, 40 дней ходили Высматривали землю И вот они Видно сначала пыль, наверное, какая-то идет Потом стан, вот этот израильский видят Появились силуэты человеческие Наши, не наши Наши походки, знакомые Это они Что-то несут с собой Это тяжелая виноградная гроздь Которую несли на шестах Вот они приходят, приносят Да, плоды там хорошие Да, там молоко и мед Да, эта земля богата всем То есть там много сокрыто Но Там есть великаны Мы ничтожные в их глазах Мы, как клопы, которых предали Нельзя туда идти И вот Они не вошли туда Написано за неверие их Не за неверие Моисея, который Вел их туда Но, может быть, кто-то Призывает вас Идти куда-то В землю обетованную В поле В котором Сокрыто сокровище И люди не вошли в это поле Не нашли сокровище Потому что они не верили И сорок лет Год за день Сорок дней они ходили В этой пустыне И вот Сорок лет Они нуждали Точнее, высматривали землю Сорок дней Сорок лет Нуждали по пустыне Пока не вымерло Все это неверующее поколение И уже Молодой Последователь Моисея Ведет Свой народ И говорит Через три дня Господь ему сказал Мы переходим к Иордан И это земля Которую Бог обещал Моисею Она наша Это земля В которой течет молоко и мед В которой сокрыто сокровище Эта земля Которую Бог обещал Аврааму Она будет наша И совершенно другая реакция У людей Они говорят Куда ты, туда и мы Куда ведет тебя Бог Туда и мы пойдем И если кто-то будет против Зарубим Есть в зале кто против И наверное даже кто были против Они подумали Я конечно сам Ну Зачем Меня Рубить То есть совершенно другая Ситуация И они пошли Потому что поверили И Моисей Верил И Иисус Навин Верил Но те не вошли Потому что Не поверили все люди Они не пошли За лидером Не пошли за тем Кто их призывал Не послушались Бога И пошли Потому что Поверили Спустя 40 лет И получили То что Бог им Приготовил Захватили Своим делом Захватили Города Получили Жизнь Там На том месте Бог Бог приготовил Для нас Очень много И очень важно Чем Которая рядом С нами Которая Сокрыта Где-то здесь Но я Вначале Сказал Дай Бог вам откровение от Духа Святого каждому из вас на том поле, где вы находитесь чтобы Бог открыл глаза ваши открыл сердца ваши открыл вам ум к разумению чтобы понимать, Господи, где я нахожусь какое мое призвание здесь какое сокровище ты сокрыл для меня здесь на этом месте в моей семье, на моей работе в моей школе, в моем институте в Иоанн Георгии Матфея есть притча о работниках, которые работали в винограднике и одних он нанял с утра потом чуть попозже в обед, к вечеру и за полчаса до конца рабочего дня последнюю партию в первых он найден в 9 утра и интересно, что если в нашей истории разбить это на эпохе первые работники, которых папа там, наверное а вот папа, вон папа вон он сзади нашелся дочка нашла папу сокровище сокровище дух святой на первую церковь излился в начале утром и Бог каждый раз призывал церковь и вызывал работников 500 лет реформации мы с вами отметили и наверное это было уже где-то за полдень новый работник Мартин Лютер которого Бог призвал на свои поля и мы я не знаю мы церковь последнего времени или нет все говорят уже о том, что все эти чипы внедряют там все идет к тому, чтобы храм уже все приготовлено в Иерусалиме все идет к тому, что все в последнее время антихрист придет и может быть мы работники, которых Бог призывает последние полчаса рабочего дня и вы знаете может быть мы не имеем помазания апостолов и мы не проповедуем так, что шестнадцать или там восемнадцать наречий слышат и приходят и говорят мы слышим их нашими наречиями и там тысячи приходят и говорят что нам делать муж и братья покажетесь и делаете в Евангелии хотя в девяностые годы Вилли Грэм наверное один из таких работников которого Бог призывал и я в эту волну вошел многих из вас пришли в те годы к Богу и мы церковь последнего времени и Бог вызывает нас на поле и вы знаете я говорю может быть мы не имеем помазания апостолов и мы получим такую же награду на небесах как и они потому что Господь говорит я кому хочу как мы договорились это когда каждому подинали каждому будет награда каждый получит твое сокровище давайте помолимся если тебе нравиться то что это красивые и и и и и Моя охота, ты моя скалма. Я поздно попал для тебя, мой Бог, Ночью бы я, пусть я не смог. Ты знал меня, я поздно попал к нам, Моя охота, ты моя скалма. Оставляем ты тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, Ты моя вселенная, Аллилуйя, Аллилуйя. Ты моя вселенная, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ты знал меня, я поздно попал для тебя, мой Бог, Ты моя вселенная, Аллилуйя, Аллилуйя. Ты моя вселенная, Аллилуйя. Ты моя вселенная, Аллилуйя, Аллилуйя. Я позволяем мы тебя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ты моя вселенная, Аллилуйя, Аллилуйя. Ты моя вселенная, Аллилуйя. Исцеленье днем И мы танцуем и поем Восходит солнце правды Исцеленье днем И мы танцуем и поем Восхваляем мы Тебя Аллилуйя, Аллилуйя И поет вселенная Аллилуйя, Аллилуйя Восхваляем мы Тебя Аллилуйя, Аллилуйя И поет вселенная Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Продолжение следует...